Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 80. Наша сегодняшняя лекция, как и другие, записываются в редакции портала экзегет.ру в Московском Сретенском монастыре. Исследуя содержание 80-го псалма, можно предположить, что он исполнялся за богослужением одного из великих праздников в еврейском религиозном календаре во времена существования храма. В этом псалме пересказывается история об исходе из Египта. История об исходе занимает центральное место в нескольких праздниках. Это и праздник еврейской Пасхи, ну а также праздник Суккот, праздник кущей сбора урожая. Некоторые исследователи считают, что 80-й псалом читался левитами в храме как раз за праздником кущей. Праздник кущей по Библии – это праздник собирания плодов, который продолжался семь дней. И отмечался осенью, в конце сельскохозяйственного года. Суккот – это один из трех израильских праздников, наряду с Пасхой и Пятидесятницей, связанных не только с сельскохозяйственным годом, но и с необходимостью совершать паломничество в Иерусалим. С древнейших времен Суккот назывался Господним праздником. В эти дни евреи были призваны прославлять благость Божию за обильные плоды земли, а также вспоминать свое проживание в кущах, в шалашах, после выхода из земли египетской. Традиция строить палатки по определенным правилам сохранилась с древних времен и до наших дней. В современном иудаизме особо выделяется первый день праздника, в который возбраняется работать, и восьмой день после начала кущей – день праздничного собрания в память о даровании Торы. Псалом 80-й начинается с призыва поклоняться Богу с радостными песнями в день праздника. В описании этого праздника, как я уже сказал, исследователи видят указание на Суккот. В шестом стихе начинается прямая речь от имени Бога, которая составляет большую часть псалма. Поскольку в словах Господа напоминается о страданиях Израиля за непослушание, можно предположить, что первые его слушатели переживали какие-то общественные трансформации. В таком случае сослагательное наклонение в выражении «Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда». Можно понимать как намек на то, что на самом деле в Иудее, во времена псалмопевца, все происходило с точностью до наоборот. «Сам Израиль раболепствовал, а благоденствие отнюдь не посещало Иудеи». Рассмотрим детальнее содержание псалма. Псалм начинается с призыва праздновать. «Радостно поете Богу твердыни наши». Струнные, ударные и духовые инструменты создают атмосферу веселья, радостное настроение. На тимпанах, иначе бубнах или ручных барабанах, обычно играли женщины, которые с пением и плясками устраивали хороводы веселящихся. «Трубы, сделанные из рогов диких козлов или баранов, служили не столько музыкальными инструментами, сколько эти роги служили средством призыва людей прийти в храм на праздник. Их роль была подобна церковным колоколам, которые звонят перед началом богослужения, чтобы пригласить всех жителей округи в храм на праздник». Месяцы еврейского календарного года отсчитывались по луне. И, собственно, сам месяц, он в чем-то равнялся 28 дням. Ну, то есть, если мы посмотрим на еврейский календарь, там во многом лунный цикл играет существенную роль. Ну, например, дата празднования Пасхи, как и дата празднования Кущи, отсчитывались от определенного дня, столько-то дней после новолуния и равноденствия и так далее. Вот. Поэтому сам отсчет месяцев, он был связан с полной луной. Эти новомесячи вряд ли говорят об каких-то влияниях здоровоастризма или месопотамской астрологии. Скорее, речь идет о принятом календаре, годовом календаре, даже не столько лет исчисления дней на протяжении года. То есть, речь идет о том, что праздник начинается с трублением в соответствующий рог, а трубление это совершается в новом месяце, с началом нового месяца. Ну, наше же слово «месяц» тоже имеет корень, связанный с луной, с месяцем. Это вопрос истории календаря. Праздник Кущи был частью закона для Израиля. Его нельзя было пропустить. В эти дни праздновалось благоволение Бога к Иакову, когда он вышел из земли египетской. Хотя словосочетание «Бог Иакова» и ссылка на Иосифа может указывать на корни псалма в северной традиции, что в целом характерно для псалмов Асафа, но в том виде, в котором до нас дошел этот текст, псалом описывает переживания какого-то служителя Иерусалимского храма или, как минимум, храмового паломника. В отношении стиха «услышал звуки, языка которого не знал» есть множество толкований. Может быть, эти слова были сказаны священником, который получил какое-то особое откровение от Бога. А после пришел в храм, чтобы провозгласить его Божие послание. В пользу такой точки зрения приводят ссылку на одиннадцатый стих псалма. «Открой уста твои, и я наполню их». Эти же слова услышал пророк Иеремия, когда Господь простер руку свою и коснулся его уст. По другому толкованию, незнакомый язык – это язык египтян. Иосиф, который являлся символом всего Израиля, вынужден был жить среди египтян, которые говорили на другом языке. В первой речи, сказанной от имени Бога, седьмой, одиннадцатой стихи, описывается, что Он сделал и продолжает делать для Своего народа. Прошлое и настоящее здесь как бы соединяются воедино. Его, то есть пленный Израиль, Бог освободил от тяжелых корзин, которые нужны были для того, чтобы носить глину для изготовления кирпичей в Египте. А нас, освобожденный Израиль, Он слышит из среды грома. Прошлые поколения сподобились чуду освобождения от египетского рабства, а последующие поколения стали отмечать по этому поводу праздник Кущей. Закон Божий актуализируется снова и снова в новых поколениях. По словам из книги «Второзаконие», не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. «Избавление от бедствия пришло через встречу с Богом в тайном месте грома». Это буквально перевод соответствующей фразы из древнееврейского языка. «Из среды грома» указывает не столько на грозовую тучу, сколько на географическую точку на Синайском полуострове, где в мощном и таинственном раскате грома Бог явился, чтобы даровать закон. «Мерива» — это место в пустыне, где Моисей ударил жезлом по скале, и потекла вода. Там, в безводной пустыне, Бог испытывал евреев жаждой. А они, в свою очередь, своим недоверием Моисею испытывали долготерпение Божие. В конце восьмого стиха стоит значок «Села», который говорит о музыкальной паузе. Когда Бог с помощью грандиозных чудес избавлял Израиль от притеснений, никто не был против, никто не возражал. Но когда он предложил Моисею ударить жезлом по скале, чтобы оттуда потекла вода, не все захотели поверить в возможность не столь сношебательного, но скорее малого чуда. Первая заповедь о любви к Богу начинается во второзаконии со слов «Слушай, Израиль». Автор псалма намекает на то, что Израиль не всегда был верен Господу. Он не просто намекает, а пересказывает требования Деколога. «Да не будет у тебя иного Бога». Десятый стих. Но при этом псалмопевис добавляет, «Не поклоняйся чужеземному Богу». Запрет ходить вслед иностранных богов был настолько важен для псалмопевца, что он позволил себе перестроить последовательность Деколога и поместить запрет на поклонение другим богам выше слов о том, что Господь вывел Израиля из земли египетской, из дома рабства. Этими словами автор псалма снова подчеркивает, что Господь есть Бог-ревнитель, поэтому его заповеди, уставы и постановления надо хранить твердо. Ходили вслед ваала, то есть ходили на высоты, где были жертвенники ваалу, и, соответственно, там приносили жертвоприношение. При этом, вот в этой терминологии, такой характерной для библейского языка, сразу смешиваются две идеи. С одной стороны, собственно, свершать жертвоприношение в языческом капище или в какой-нибудь роще, а с другой стороны, следовать, то есть последовать принципу жизни, заповедям, традиции ваала. Исследовать нас культом наверняка была еще связана какая-то этическая традиция. У каждого культа была своя этика, которая, в свою очередь, влияла и на правовую систему государства. Следовательно, ходить вслед какого-то Бога одновременно означала еще и придерживаться какого-то определенного образа жизни. В этом случае религиозная традиция равно этическая традиция, духовно-нравственная традиция, где нравственная не отделяется духовного. 12-17 стихи. Вторая половина прямой речи Бога передает его сожаление о народе, который не слушал и не покорялся ему. Избранный народ использовал свою свободу воли, чтобы следовать указаниям своих помыслов, в центре которых было упорство. Пророк Иеремия сожалеет, что по упорству сердца своего евреи оставили закон и ходили вслед ваала. Несмотря на то, то, что народ уклонялся от прямого пути, обозначенному Господом в законе, в словах «О, если бы народ мой слушал меня», мы слышим надежду Бога. Автор псалма рисует обратную перспективу. Не человек, а Бог надеется, что будущее у народа может стать другим. «Если бы народ не увиливал от исполнения закона Божия, враги и притеснители обратились бы в бегство, стали бы раболепствовать, а благоденствие народа продолжалось бы вечно». Я обратил ваше внимание на слова 14 стиха. «Ой, если бы народ мой слушал меня». Похожие слова и выражения мы встретим на устах Господа Иисуса Христа. Когда входит Иисус в Иерусалим, вернее, когда Он приезжает на осленке, Его торжественно встречают с пальмами, ветвями, постилают у Его ног одежду, Господь плачет над Иерусалимом. «Если бы ты знал час посещения твоего». Или «Ой, если бы ты знал, что служит ку благу твоему, плачет Спаситель». Так что вот эти слова «Ой, если бы народ мой послушал», они повторяются и в Новом Завете, равно как и у пророков. «Если бы народ слушал гласа моего», часто служат вводной фразой «для соответствующего упрека». В одном из пророков есть даже такие слова. «Как вол» сейчас попытаюсь это вспомнить, да, как вол знает, ясли господина своего и осел знает стойло господина своего. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, мол, типа, так Господь знает свой народ, но Израиль не понимает, «народ мой не разумеет». Я немножко упустил формет в середине этой фразы, но речь идет вот о чем, что и вол, и осел, животное, одно рогатое, бодливое, второе упрямое. Но и они, даже животные, знают, кто их кормит и знают, где находится стойло, то есть безопасное место. А Израиль, он настолько упрям, жестоко выгнен, что он хуже, чем осел и вол. Он все время бодается и упрямится, не понимает и не хочет понимать, и даже не хочет слышать. Как в Евангелии сказано, что они заткнули уши свои и с трудом слышат, с трудом видят. Но вот эти слова являются, наверное, ключевыми для данного псалма. И так Израиль не слышит и понимать не хочет. Заключительный стих псалма прикликается с песней Моисея. Он вознес его Иакова на высоту земли и кормил произведениями полей и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы. Пшеница и мед – пища, получаемая в результате возделывания пахотной земли и плоды, которые собираются со скалистых склонов, где обитают дикие пчелы. Если вписать 80-й псалом в контекст праздника Кущи, то мы увидим в его богословии некий баланс между добротой и милосердием Бога с одной стороны и необходимостью сохранять преданность Господу со стороны человека. Это говорит о динамичных отношениях между Богом и Его людьми, которые балансируют на острие слов. «О народ мой, если бы вы только прислушались!» Праздник в храме – это не только повод для радости и игры на музыкальных инструментах, но и повод для наставления в послушании Господу, повод для проповеди и обучения молодых людей. Раз Божий Завет снова и снова актуализируется в каждом следующем поколении, следовательно, нельзя забывать о неудачах предшественников. Если мы пойдем вслед чужих богов, то и нас постигнет такое же горе и разорение от притеснителей, какое испытали наши праматери и праотцы. Таким образом, праздновать и благодарить за богатую, родную, духовную традицию, значит, брать на себя ответственность, жить по этой традиции и знать, что только таким путем мы обрящим жизнь во всей ее полноте. и трудно не 拜